Ушло, видимо, исторические такие развлечения Известный японец Кореян неплохо в этой сыграет Так, ну что, у нас два орка Один Щегол, другой Смотрите на взгляд Лина Суровый Но это 2-0 Это 2-0 Сейчас будет преподан урок Преподан Это 2-0, по взгляду это 2-0 Да-да-да Просто у Лина Опыта, наверное, профессионального варкрафта лет 15 А этому товарищу на вид 15 Смешно пошутил Ну серьезно, Лин когда первый свой турнир выиграл? Мирового масштаба В пятом, наверное, году, в шестом Надо посмотреть Кому не сложно Чекните, пожалуйста Мне кажется, 6-й, 6-й, 7-й Спасибо, Айсир Спасибо, Айсир Увидите инфу по первому крупному турниру, который Лин затащил Я думаю, что Фокус пораньше выиграл первый турнир Все-таки Но мне кажется, что Лин Ну точно, 2008-й Он уже там какие-нибудь ЕСВЦ Корейские Но почему-то кажется, что и раньше Он мог в шестом году Что-то уже выиграть Не знаю, век какой-нибудь Или Не знаю Не знаю В любом случае, опыт у него значительно больше А опыт, особенно Таурен, первый Ну, не особо редкая штука Хэтхантеры, Таурен Да Но Блэйдмастер может очень сильно напрячь Таурена Особенно на старте 2.1 ДК говорит, что вычет Extreme Masters, 2007-й год, говорит, в сторону СТР Угу Ну, и ЕМ Как бы все ЕМ Турнир, безусловно, международного масштаба 2006-й год, топ-1 In-game Warcraft Cup Stream Season Cup 2 Я не помню, ин-гейм Он вроде онлайновый был Но Intel Extreme Masters, он же ЕМ Это LAN Поэтому Да, вот Короче, 13-14 лет Причем не было Возможно, был период какого-то инактива Но даже в период инактива Среди... Павел, привет! Канал на 100 рублей и сообщает Приветствую Хороших игр и отличного настроения А, это современный, мне написал по поводу 2006-го года Спасибо большое, Савель Так, перчатки скорости Короче, смысл в том, что Лин всегда был в топе Всегда И он почти всегда был топовым игроком за орков То есть, понятно, что Граби в другой части Понятно, что конкуренция сумасшедшая в самой Азии Там были и фокусы, и флайи, и... Кто еще там? Второй барак? Неплохо Вот, но Лин всегда был высококлассным игроком Ну и он топ-2 оверолл игрок мира По, по крайней мере, заработанным средствам Поэтому, когда, опять же, даже за орков Точнее, не даже, а вот именно, когда против него ставят Молодого неопытного товарища Который играет еще за ту же самую расу Я вообще не верю, каким макаром он может убить Лина То есть, тут нет дисбаланса Тут они играют за одну и ту же расу Граби поддержал ваш канал на 300 рублей И сообщает, сел вчера поиграть в их впервые за долгое время Хорош Сыграл как мы Так Случайно выкопал мейн в начале Ну, начало положено, да Выкапывать мейн, это... Это мы видели Я все никак не соберусь Но челлендж принял до конца месяца 50 каток сыграть И второй челлендж в первых 20 катках Проиграть не больше 10 раз Поэтому будет сложновато Блэйд прибегает Очень вовремя прибегает Потому что можно здесь, по крайней мере, поподрезать Добил одного Так стомп надо делать Стомп нужно делать Оооо Блэйд даже не попытался уйти в виндуок Но зато подрезает Да, подрезаетход хантер dell' Странно, что не попытался Блэйд все-таки вытащить артефакт Понятно, что у него там инвентарь был забит уже и так Слота не было Там за маску можно было единичку вытащить, выкинуть И попробовать А, нет, подождите, он Он вытащил артефакт? Как он достал? Ну, мана большая же Нет, подожди, там же не может быть большой маны Какой предмет-то выпал? Там же незарядный падает предмет Кольцо было? И Таурен продал кольцо? И Таурен продал кольцо? Продал второй... Что? Не понял Ну, это вообще что-то нездоровое Четверку кольцо Тауреном продать? У него сейчас уже 850 здоровья Там просто чистого здоровья Добавлялось больше, чем от амулета жизни Он что, и амулет жизни продает? Да, кольцо защиты, там четверка выпадает Для Таурена, у которого жизнь и вагон, и армор низкий Очень странный орк Ну, хорошо, что он крепится И Та ситуация, когда Таурен Прокачался лучше, чем Чем Блэйд Ну, здесь, правда, у Лина, видите, тоже Таурен вторым героем Но он времени теряет Пока Блэйд харасит Тот ходит и И работает над собой Но продажа кольца Это очень сомнительная хрень Очень сомнительная Ладно, там на третьем еще можно было подумать Но он уже четвертый уже Они же сделали повыше Можно даже посчитать будет Сколько всего Ну, сколько он упустит Сколько он в хп потеряет, скажем, там Особенно на пятом уровне, когда у него будет 1000 плюс хп У него уже сейчас должно быть благодаря серых клеткам 900 с небольшим на третьем уровне А колечко ему дает где-то процентов 20 физрезом Да, 975 хп у него Я уверен, что просто если ему выпало в такой же ситуации амулет жизни Он бы его не продал И вот в этот момент возникает вопрос А чш... Нормально все? Ну, амулет, который дает 150 хп Кольцо, которое дает уже, как бы, под 200 И оно будет работать все эффективнее и эффективнее дальше Ну, потому что Таурен-то соло, он продолжает качаться уже четвертый, у него уже 1150 хп Чем больше здоровья, тем эффективнее армор Не, Фогич завтра играет Очень вряд ли Лин будет фокусить ТЦ, скорее Хэдхантер будет резать Кольцо дорогое Ну ладно бы он какой-то ул-эйн играл ТГВ, понимаешь, а у него, вон, с лимитом все Он полтора Хэдхантера выгодал А про Японию киберспорт В Японии долгое время был закон, который управлен киберспорт Точно Запишал азартные игры, закон отменили только в 2018 году Да, 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 да Я читал об этом материал тоже Сейчас хороший замес идет Стомп неплохой от Лина, у него Таурен уже третий, с бутылкой маны Ой, развалится здесь сейчас этот щегол, видимо Сейчас еще один стомп, и непонятно, как это контрить Ой, шикарный стомп, где-то по пятерым Хэдхантерам И Хэдхантеры не успели стать берсеркерами То есть там Т3 только доделался Очень не вовремя произошло это сражение Не знаю, был ли выбор у Гуа-Гуа Но... Ой, спасает еще в форме Спирит Волкера Да, растерял Ну и терять, конечно, Хэдхантера в такой ситуации крайне невыгодно Просто потому, что после грейда одного Они становятся там на 25% жирнее, гораздо более ДПС И в конце концов это все рейнджовые юниты, которым важна именно масса То есть чем крит масса вот эта вот Чем их больше, тем лучше Тем сложнее подойти вражеским милишним Тем... Ну они же все равно продолжают стрелять, как за Хэдхантеры Вне зависимости от количества Вот только сейчас доделываются берсеркеры Ну их там осталось всего 4 человека Пятый выходит Таурена бьют Таурена бьют Не, ну очень большая ошибка была еще в том, что Орк вышел до берсеркеров сражаться Это абсолютно неправильно Лин ему преподает весьма доходчиво урок Подрезает, окружает, убивает, отступает, сам ставит нычку То есть тут вообще отрезает все возможности для продолжения нормального Композиция еще была аховая Просто зачем вышел из базы? Трисерклетки у Таурена у него 1150 хп 1150 хп И там главное только физический урон Ну есть там пара говорящих с духами Но они для других целей берутся Не для дамага Там нужен линк в первую очередь на них Ну от них Пилотш Ну пилотш нужен лину для того, чтобы сейчас эффективнее работал экспант То есть он хочет поразводить по возможности Тем более здесь останавливать сложновато То есть ты человека, у которого хатхантеры можешь довольно долго бесить Да, у него Таурен, у него там плюс 1 аура получается А, нет телепорта что ли у нас, да? Да, нет ТП Ну извините Это... Это не серьезно Без разведки уходить, скрипить жирную точку Скорлов спида, кстати, я не вижу У Лина Ну он сносит еще Бору Видит, что снизу подтягивается враг Сетка пошла Ну и время работает просто на линчанского Вон Там базу у него скорее всего еще достраивает Да, он лезет вперед Хекс хороший Ой, какой стомп от Гуа-Гуа Отличный стомп Пятый левел получает Начинает фокусить Таурена Стомп от Таурена Убьет он его Да, выскочил Как выскочил Лин делает светоключение Делает сам стомп Возможно не стоило упарываться в этого Таурена Как он влетает Как он стомпает Шикарно Но все равно размин не в пользу Все-таки орка Молодого орка ТЦ ТЦ Очень бит Кольцо жизни у него есть Тоже хорошая тема Экспанд работает Лин мог не сражаться в той ситуации Абсолютно Но он, видимо, оценил Что лимиты сопоставимы И решил, что можно поразмениваться Тем более Там 30 лимит на 55 Естественно, можно поразмениваться Даже это бывает полезно Знаете, с той точки зрения Что Ты Взаимный размен Когда вот у тебя есть база У противника нет Это понятно Выгодно в любом случае Но выгоден еще размен Для того, чтобы Снизить его лимиты свой То есть Чтобы ты не выходил Из 50 лимита Чтобы у тебя не было Обкипа Чтобы у тебя не было штрафа То есть Вроде как нужно Сражаться Ну, вы понимаете Как бы это мне объяснить Да, но чтобы не было Обкипа Вот у вас Равный лимит Под 50 Но у тебя работает база И для того, чтобы Укрепить Ну, как-то реализовать Все деньги, которые ты получаешь Ты должен выходить из лимита Но ты получаешь тут же штраф Желательно разменяться Видимо, для этого Лин это и сделал И Все равно выйти Из лимита 50 Но он Сделал это не так давно 54 лимита сейчас Вот Там 30 У тебя 57 Прекрасно Сеточка на Таурена Играется Алина с ним Блэйд у него Харайс Этот экспант у него работает Я даже не Думаю, что Гуа-Гуа не делал Развитку на экспант То есть Не помню, чтобы Он куда-то кого-то Ну, туда кого-то отправлял Вот Ну, в целом Ситуация очень плохая Для орка Герой 5-1 На 3-4 Приходит Гуа-Гуа на экспант Сносит бору Но 36 лимита 36 лимита Блэйд возвращается Хекс Диспол Стомп Неплохо стомпает Таурена Сейчас очередь Лина Стомпать Мало задел Всего 3-х юнитов Хотя мне казалось Что он должен задевать Значительно больше Там был Еще по крайней мере Плюс 2 Берсеркера справа Куда он отступает Бору ломает Какой он злой Телепорта нет Здесь и останется Короче, это финалочка Это изи 1-0 От Лина Не знаю Как Берсеркеры Умирают Таурен 5-3 Там до 6-го Еще долго-долго-долго Пытается фокуснуть Блэйда У того есть и там Инвул в инвентаре И диспол есть Против Хекс Таурен страдает Телепорта нет Сейчас убьют Таурена Выдыхай Выдыхай Еще гол Самая большая проблема Я не разбираюсь В орк на орк Естественно Вот Поэтому очевидные вещи Проговорим еще разок Самая Большая была ошибка В том, что Гуа-Гуа Сражался с Лином За минуту До появления Берсеркеров То есть у него Есть четвертый Ториен У него есть 12 Хэдхантеров Которые Спустя минуту Повышают Свою эффективность Там Ну на треть Без преувеличений То есть у них С 350 здоровья Увеличивается До 450 Или там Ну с 250 До 350 Короче на соточку Прибавляется здоровье У них появляется Возможность Увеличить Свой урон На 50% А он выходит С базы Подставляется Под И сражается В той ситуации В которой не должен Просто сражаться Увы Ну и конечно Когда происходят Такие моменты Когда Ты играешь В соло Пока героя У которого Стрэнджа Главный Атрибут Не в раш Не в застройку Где тебе там Кровь из носа Нужна И вот прямо Сейчас деньги Очень нужны И ты Блин Продаешь Четвертое Кольцо На 4 армора Ну вспомните Маутен Кингов Маутен Кинги Сейчас продают Кольца Алхимики Продают Кольца Кто там еще Питлорды Деки Вот И после этого Как бы Понимаешь Тот человек Ну неопытный Видимо Понимаешь Что ты его Не понимаешь И Все Ну ничего В целом Во-первых Он играет Против Лина Во-вторых После той Отдачи Хэтхантеров Уже было все решено Он каким-то макаром Еще там Повоевал Там Поконтролил Весьма неплохо Позабегал Сто он Попадел Красиво Григорий Гоу Бэтворк В Туних Вдруг Грабить Что без мыла Там просто Подлагивало У Бэтворк Оригинал Если Уже Не Если Если Посмотрим Да Здесь Почетче Все Попробую Зарягиться Тогда На этом Ку-ку Аккаунт Пильнуть Или Если У кого-то Есть Поделитесь Пожалуйста В любом случае У нас еще Целая неделя Есть Какие-то Какие-то Обрывки Нам показывают Китайцы Заговорили На английском Невыносимая Четкость Варкрафта На каком нужен Китайский телефон Да, я помню Из наших Только Фоггит Что ли играет Но только он Прошел К сожалению Так Вторая Карта Гуагуа Выбрал The Last Refuge Кстати Здесь Очень удобно С хатхантерами Крепиться Очень много Узких Проходов Где Ну Ворваться Сложно Милишниками Очень много Точек Особенно На выманивании Поэтому Ну Посмотрим Я думаю Что Гуагуа Не будет Вообще Менять Он будет Также Играть В Таурена Тем более Если Провести Хотя бы Базовый Анализ Прошлой катки К стратегии Претензий Нет То есть Он Если бы он Например Играл Через Таурены Хэдхантеров Каким-то Макаром Выяснилось Что он Не может Прокачать Таурены Ну Из-за Постоянного Хараса Из-за Каких-то Тайминговых Атак Лина Но нет Лина Играл Не очень Агрессивно Он взял Там Себе Второй Уровень Подхарашивал В определенный Момент Даже Была Ситуация Когда Таурен Обгонял По прокачке Блейдмастера А там Второй Таурен Только Выходил То есть По сути Задачу Гуа-гуа Свою С Тауреном Выполнял А у него Глобально Задача Именно В прокачке То есть Тебе Нужны Третий Пятый Уровни Таурена Потому что Он Тот Еще Контролер Ситуации Вокруг И Ну Таурен Вообще Хэдхантер Это Дикая Связка Она Мега Классическая И очень Опасная Но Минус В том Что Нужно Нужно Дожить Раньше Регалку Ку-ку Без китайского Номера Возможно Что-то поменяло За пару месяцев За пару месяцев Нет Раньше Точно Телефон Протребовали Я Попробую С новой графикой Сложнее Даже Наблюдать За игрой Контролить Наверное Вообще Тяжело Да Да Никто Из профессионалов Нам Известных Не играет На новой графике Ой Так Здравствуй Там Кстати У Господи Я забыл У Джоки Да Джоки Ключи Получил Есть Три сотни Ключей ГГ плюс На три месяца И По старой Доброй традиции Именно На голде Короче Раздавайте Пацанам Ключики Уже 114 Говорит Джоки Напишите В общем Помощникам В личку Они с желтенькими Такими Никнеймами Вот Приходите Регистрируйтесь ГГ плюс Вам дает Много всего Можно Тыкнуть Под плеером На подписку Выбрать ГГ плюс И почитать Посмотреть Тяжело Мелком Против Такого Матерого Орка Сезарян Говорит В прошлый раз Ключ мне не дали Аааа Почему Да вон там Мужик Все Пишите в личик Напишите в личик Помощник Помощникам Бы Эти иконочки На Поменять Чтобы Вас Легко было Что там Блэйд От Лина А там Тыкнули На алтарь Я пропустил Героя Нет Слушайте Здесь Ламбер Мила Нет Да Блэйдмайстер Эх Сразу Отказывается Гуа-гуа От Плана На прошлую Ну От плана Который был На прошлой игре Прошлой игре Да Это плохо Плохо Потому что Во-первых Ну К Таурену Какие вопросы Может это была Заготовочка Типа Ну не про канал Но Но Ладно И когда ты играешь Не по зеркальной Стратегии Против такого Опытного игрока Еще меньше Шансов на победу А вот А вот заготовочками Да Можно как-то Удивить И На эффекте Неожиданности Выехать Хочу Хочу Чтобы щегол Прошел Как можно дальше Попал на другого Щегла 120 Посмотрим Щеголью Битву Щеголью Сейчас будем Оп Па Кто Да Да Лингуагу Подрезал Хорошее начало Для него Ну то есть Вот в таком Микромоменте Да Да Он решил Что На халяву Разведет Разведет Точнее не разведет На халяву Просто докрипится Не будет тратиться Неплохо О О О Во-первых Минус Виндвок Да Во-вторых Пока ты Отлечишься У тебя тут Зеленую точку Заберут Слушайте А мелкий Ты нормально Начал Ну Можно Да Когти Вытащил Блин А почему Сам не стал ВВ прожимать А полная Мана Почти Почему Перехвалили Да Тут еще Сеточка На грунцера Уже готов Блочить его Сверху Ну тролли Довольно далеко Бегут Оттуда Снизу Бегают Да В том моменте Когда Благдатом 280 маны Из трех сотен И ты знаешь Что противник Только что отступил И ты прям На его глазах Пошел Крепить Эту зеленую точку Почему Не прожать Виндвок И не добить Учитывая Что у тебя Грунцер есть И ты можешь Нанести Даже больше Урон Чем противник То есть Ты по крайней мере Можешь Попытаться Также добить Вражеского Нейтрала Это не совсем Понятно То есть Ход от Лина С добиванием Через Виндвок Этого Огра Он был гораздо Более очевиден Чем вот первый Момент Где Лин Без данных Разведки Он не знал Просто Что Что есть Кто-то Вокруг И нет И пошел На риск Тут было Все гораздо Очевиднее О, Геспенст Добро пожаловать Фиолетовая Иконочка Смайлики Анимированные На ГГ Я не берусь Сказать сколько точно Скорее современные Скажет Автор всех Вот этих вот Смайликов Замечательных Сколько именно Анимированных Из них 100 150 Последний апдейт Был штук на 15 Ну и тут Подрезал крест Так себе Артефакт И будет до конца Крепить Даже несмотря На то, что здесь Бладласт Обратите внимание Кстати, как он Как он отвел Специально тролля Или там был Даже хекс на тролля Да? Там был хекс Видимо на тролля Чтобы он после этого Не лечил А атаковал с руки Кажется, это фишечка Фишечка Ну потому что там Этот здоровый Здоровый Огр солдат Который под Бладластом На которого еще там Вешают Инерфайр И которого может Этот тролль Лечить Он очень тебе Сильно мешает Уж лучше Чтобы он просто Стрелял по 20 Довольно агрессивный был Крепинг от щегла Ну конечно По возможности Опа! Минус сэха Да, просто За А что по грантам? Ну Там у него Во-первых Скрес есть Для начала И он скорее всего Отдаст крес За парочку грантов В смысле? Там нет креста? Красно Ребята вспомнили Я не понимаю В этом рефорже Ни хрена не понятно Я смотрю на Блэйда У него есть крест Окей Все, проверил цвета Он умирает Я не вижу крест Просто Я не вижу крест В оригинальной игре Стоит крест И такой столб световой Над ним Я смотрю в эту точку Я даже понимаю Что должен быть крест И я его не вижу Что это за реализация Блин Я не понимаю Наверняка он там Как-то реализован был Ну в смысле Он был виден Но он совсем не похож На то Что было до этого Это плохо Потому что Преемственности нет Если даже Человек, который Блин ждет Увидеть какую-то хрень Но не видит ее Это прям Прям вообще Ну как? Ну Лин Доминирует в этой игре Добивает Причем Именно он А не Огры Под Бладластом Да, если у вас там Что-то не обновилось Цвет Вы можете просто F5 нажать Ну конечно Стырил он Там же под Хексом был Ах Да Под Хексом же Нельзя артефакты Тырить Да ведь? Да, снова сеточка Сеточка на просветке Не было Сетка улетела Прям в уходящего Из видимости Блэйда Да Да, но Лин Очень битый Для того, чтобы Сейчас агрессию проявлять Ну вот да Может быть Да, да, да Там магазин простый Довольно очевидное место Сейчас крипит Гуагуа Ну у него выбора Особо нет на самом деле Хотя он мог наверх пойти Там зеленый и оранжевый Там мерка забирать Вот Но Лин Видимо был По здоровью не в состоянии Идти и наказывать Этот очевидный криппинг Третий СХ Третий Блэйд Какой разрыв По уровню конечно Там 3-2 Но разница в один уровень В СХ А в Мироре Это очень сильно Сейчас идет Красная точка Лин улыбается Сидит Лин Лин вообще Очень харизматичный товарищ Он веселый Он И он играет На просто очень высоком уровне И долгое время играет Опа-опа-опа-опа-опа Взрывает Щегол Смотрите Два Бороса может Ой, криво Не, он не достал до него Просто он мог Вроде бы О, минус 2 Боро Это да, очень хорошо И вот начинает подлагивать У Бэк Ту Воркрафт Основной стрим Блин Поэтому я и переключился На более плохое качество Но Так, добавим мыло Немножечко в этот Но зато стабильного мыла Оооо Зато здесь не лагает Граф Диггер Ты ведь понимаешь Что неприятный Неприятие рефоржа Это обычный Верни белый гуд геймбл Известно как Доруф Вернистин Я думаю, что Не только Во-первых Кроме графики Еще Есть масса претензий Как бы более объективных То, что Было что-то И чего-то не стало Типа, был ладер И до сих пор нет Вот И Не, не начинай Граф Диггер Не начинай Пожалуйста Пожалуйста, не надо Ну, Лин добивает У него Лимит Лимиты вообще Сопоставимые Но, скорее всего Боевого лимита У Лина побольше Но вот будет ли он А, телепортов же нет Телепортов нет Это бейстрейт Вообще бейстрейт Очень, конечно Гуа-гуа выгоден Потому что так-то у него Все похуже У него до сих пор нет Третьего сахи А так он может Как-то через Разводики Шансы-то подровнять О, а здесь можно Да, вырубают Там будет бору делать Красиво И в текущих реалиях Ты просто никак не можешь Это все убить Там По земле не достать Катапульта, чтобы вырубить лес Нет Для рабочих там Неподъемная задача А, даже так Но хватило Сетка И это ключевой момент Гэ-гэ Стоп, оба Оба улыбаются Смеются Ну 2-0 Изи для Лина Изи для Лина Даже прочитал С этим с дирижаблем Ответным Красиво 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 Красиво